В небольшой, но уютной комнате ждут гостей в программе танцы, песни и долгожданное общение. В Доме народов России открывается марийское культурное пространство. У нас 700 тысяч, у нас полпроцента населения России. Это марийцы. В столице этот процент еще скромнее, и оттого все происходящее еще важнее для каждого москвича, присутствующего здесь. На национальном языке карт жрец традиционной религии произносит молитву, желает добра и мира этому дому. После официальной части душевная, в ней любимые песни, угощения и традиционные занятия. Одна рука здесь сверху, а другая от рука снизу. Здесь будут учить в том числе и марийскому языку. Конечно, в Москве он вряд ли пригодится, чтобы вдали от малой родины чувствовать связь с предками, и каждому представителю своего народа важно иметь такую возможность. Молодым людям нужно подать как раз те знания, ту культуру древнюю, чтобы они зауважали себя, потому что они являются частью вот этой многовыковой, очень древней культуры. В столице важно быть в диалоге с каждой национальной общиной. Соседство в большом городе не означает отсутствие противоречий и актуальных проблем. Миграция – реальность 21 века, и трудности, связанные с ней, неизбежны в любом мегаполисе мира. В Москве к разговору пригласили тех, кто лучше остальных видит и знает о проблемах мигрантского сообщества – журналистов. Взгляд изнутри на жизнь, быт, трудности и потребности соотечественников помог обнаружить болевые точки. Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы провели цикл неформальных встреч с участием руководителей СМИ и представителей институтов гражданского общества. Много говорили, спорили, делились опытом. По итогам создано неформальное сообщество журналистов из числа мигрантов. Опубликован ряд статей. Создан реестр информационных ресурсов, популярных в мигрантских сообществах. Взаимопонимание найдено. Задачи сформулированы. Словом, начало серьезной работе положено.